Анна с детства мечтала о красивой улыбке, но попасть к ортодонту по разным причинам никак не получалось. Устроившись работать администратором, то есть специалистом, который всегда на виду, девушка поняла, откладывать исправление прикуса дальше некуда. Анна, как ваши дела? Ничего не беспокоило? Ну, все вроде хорошо. Чуть-чуть здесь натирала, но это то, что двигается, видимо. Но уже все прошло. Хорошо, я посмотрю. Чтобы исправить прикус, в декабре прошлого года Анна установила металлические брекеты. По мнению лечащего врача, они помогут решить все проблемы примерно через полтора года. Теперь раз в месяц девушка приходит на прием к ортодонту, который следит за изменениями ее зубов. Пока все идет хорошо, так как я запланировала. Анна очень старается выполнять все мои рекомендации по чистке зубов, по ношению эластичных тяг. То есть здесь никаких проблем вообще нет. Я думаю, мы уложимся четко. После установки брекетов жизнь девушки практически не изменилась, хотя некоторые ограничения Ане все-таки приходится соблюдать. Она отказалась от орехов, твердой пищи, яблок и чаще стала чистить зубы. Сначала, конечно, когда рассказали, что нужно было делать, конечно, казалось, что прям, ой, большой один. Во-первых, это надо больше, чем два раза ты чистишь зубы, и получается, потому что после лекарств этой еды все очищать надо. Зубная нить. До этого я, кстати, думала, что это не обязательно зубная нить. В целом, уходу за брекетами Ане уделяет около двух часов в день. И для нее комплекс гигиены зубов – это уже приятная привычка. К тому же, если раньше владельцы брекетов смущались инородного устройства у себя во рту, то сегодня это является едва ли не признаком успешности. В последнее время, да, достаточно престижно показывать, что человек проходит ортодонтическое лечение. Он в эру цифровых технологий и соцсетей, то есть это всячески демонстрируется. Брекеты – это своеобразные замочки. Вместе с ортодонтической дугой они помогают двигать зубы. Брекет-система на протяжении всего лечения не снимается, а только корректируется. Брекеты бывают вестибулярные – это наружные конструкции, которые крепятся к передней поверхности зубов. Они различаются по материалам, из которых изготовлены. Металлические брекеты – надежные, эффективные, имеют доступную цену, но некоторых пугает их не очень эстетичный вид. Сапфировые конструкции отличаются прозрачностью и ярко выраженным блеском. Белым зубам они придают дополнительное сияние. Керамические брекеты – матовые, подбираются по цвету эмали зуба, более надежные и прочные, чем сапфировые. По желанию пациента брекеты могут быть инкрустированы камнями или разноцветными резиночками. Можно по настроению выбрать резиночки цветные. То есть пациенты тоже иногда это просят, причем не только подростки, дети и взрослые в том числе. То есть по настроению выбирают себе цвет. Брекеты различаются и по типу фиксации. Самые распространенные – лигатурные. Дуга в них удерживается с помощью металлических элементов или силиконовых колец. Безлигатурные брекеты более современные, их установка требует меньше времени и сил, и они быстрее перемещают зубы в нужное положение. Есть еще один тип – лингвальные брекеты. Они невидимы глазоокружающих. Такие системы позволяют свободно и без стеснения улыбаться. Есть в людных местах, не опасаясь, что частички еды застрянут в конструкции. Для выравнивания зубного ряда существует еще один способ лечения – пластиковые капы. Они прозрачные и очень удобные в применении, но подходят не для каждого случая. При всем многообразии конструкций только врач должен решить, какую систему нужно установить. В среднем лечение занимает около двух лет и обойдется пациенту примерно в 250 тысяч рублей.